Перешли речку и идем к входу. Заходим, разбираемся с билетами и там же сувенирная лавка. Здесь сувенирная лавка и при входе и выходе. При выходе она больше, я вам покажу ее потом. Билеты покупаются заранее, они заказываются онлайн. Цены на билеты тоже разные, это зависит от того, какой пакет вы хотите. Мы решили сюда ехать предыдущим вечером, поэтому остались только самые дешевые билеты. Это те, которые включают в себя только посещение. За троих мы заплатили 36 фунтов, 1 фунт примерно 100 российских рублей. Меня очень умиляют эти знаки. Осторожно, белки пересекают дорогу. Хотя с другой стороны это абсолютно не смешно. Красные белки под защитой государства и особого закона. В Великобритании есть два наиболее распространенных вида белок. Красная и серая белка. Серая белка намного больше. Я вам ее показывала много раз. Они живут везде. И в городах, и в парках, и в лесах. Красная белка – это местный житель. А серая белка завезена из Северной Америки. Вы сейчас видите красных белок. И они под угрозой исчезновения. Это может произойти через 10 лет. Поэтому применяются специальные меры по сохранению. Отделяют красных белок от серых белок. Почему? Потому что серые белки переносят смертельную болезнь. Она не влияет на их самочувствие, но вызывает смерть у красных белок. Когда красные белки испытывают стресс и чувствуют угрозу, они становятся бесплодными и меньше размножаются. Вот поэтому государство так о них и заботится. Пока мы идем по этому прекрасному и старому лесу за аудиогидами, я расскажу, где мы находимся. Это Balmoral Castle, замок Balmoral. Одна из двух личных и частных резиденций, принадлежащих королевской семьи. В отличие от королевских дворцов, принадлежащих короне. Так что мы с вами находимся на частной территории королевской семьи. Здесь мы возьмем аудиогид. Пойдем дальше, и я вам буду понемногу рассказывать. Слева сувенирный магазин, справа маленькая выставка. Эту модель замка Balmoral начал его королевское высочество герцог Эдинбургский господином Доне в 1954 году, а завершил ее сержант Глид в 1989 году. На этом принц Филипп участвовал в соревнованиях по вождению экипажа. А этот фаэтон принцесса Анна использовала в день своей свадьбы в Шотландии. Это здание называется кладовка оленей. Там хранилась добыча с охотой, и там же ее и разделывали. Обратите внимание на рога. Они украшают это здание и снаружи. Сейчас мы находимся на входе в огород для королевской кухни и овощных грядок. Все, официальное название сказала, теперь буду называть только огород. Здесь есть и теплицы. Что тут растет, смотрите сами. Я еще тот специалист. Морковку от картошки отличу, а как называется каждый сорт капусты, не знаю. Я вам лучше расскажу чуть больше об этом месте. Хотя на идеально ухоженной лужайке перед домом на протяжении многих лет проходили многочисленные королевские вечеринки, принц Филипп оставил свой след в сельскохозяйственной и садоводческой части резиденции. Он был страстным поклонником барбекю и очень интересовался кухней. Поэтому он проинструктировал персонал установить здесь огород. Урожай должен поспеть к тому времени, когда королевская семья приезжает в замок. И это начало апуста. А для желающих побывать здесь, замок открыт каждый год с апреля по июль. Балморал занимает площадь около 20 тысяч гектар. Это рабочая усадьба, в которую входят лесные и сельскохозяйственные угодья, а также стада оленей, хайланд кэтл и пони. На территории замка есть еще и коттеджи, которые сдаются в арену для тех, кто хочет здесь побыть подольше. В саду также есть викторианские оранжереи и большой зимний сад, в котором круглый год выставлены цветущие растения в горшках. На данный момент здесь 50 видов цветов, которыми будут украшать замок, когда сюда приедет королевская семья. Первые сады здесь были заложены под руководством принца Альберта в 1876 году. А потом они расширялись и улучшались с меняющими друг друга членами королевской семьи. Между 1923 и 1925 годами королева Мэри создала очаровательный сад с полукруглой каменной стеной, окружавшей фонтан. На оборотах этого сада изображены монограммы GR и MR. Площадь формального сада – три акра. И последним, как вы уже знаете, был принц Филипп, который расширил сады, включив в них огород. А еще в саду есть маленький, но интересный кусочек истории. Пойдем сейчас туда. Это Garden Cottage. Так скажем, садовый домик. Он был закрыт, но внутрь мы посмотрим из окон. Предупреждаю, будет отсвечивать. Но если хочется, подсмотреть-то мы можем. Тем более, если не хулиганить, нам это никто не запретит. Но мы же хулиганить не будем, правда? Это место, где королева Виктория иногда завтракала, занималась государственной перепиской и писала дневники. Первоначальный коттедж представлял собой деревянное здание, построенное в 1863 году и занимаемое садовником. А две комнаты были отведены для королевы Виктории. К 1894 году деревянный коттедж пришел в упадок и был снесен. Настоящий каменный коттедж, частично облицованный деревом из леса в западной части поместья, был завершен в 1895 году. Интерьер и внешний вид мало изменились с этого периода, несмотря на модернизацию. И теперь в комнаты можно смотреть через окна. За старыми деревьями коттедж-гарден спрятался маленький прудик. Это Water Garden, сад воды. Water Garden был сформирован к западу от главного сада, среди деревьев между Garden Cottage и West Drive. Сады, расположенные рядом с замком, мы посмотрели, а теперь мы идем к самому Balmoral Castle. Balmoral был одной из резиденций британской королевской семьи с 1852 года, когда поместье и его первоначальный замок был куплен у семьи Фаркерсон, принцем Альбертом, мужем королевы Виктории. Принц Альберт решил построить новый замок, так как нынешний считался недостаточно большим для королевской семьи. Было выбрано новое место в 100 ярдах к северо-западу от здания, чтобы они могли продолжать занимать старый дом, пока строится новый замок. Первый камень, фундамент замка Balmoral, был заложен королевой Виктории 28 сентября 1853 года и находится у подножья стены, примыкающей к западной стороне, замка. Перед тем, как положить камень в фундамент, королева Виктория подписала пергамент с датой. Этот пергамент вместе с образцом каждой монетки королевства был затем помещен в бутылку и вставлен в полость под местом, приготовленным для камня. Строительство замка было завершено в 1856 году, а старое здание было снесено. Память об этом здании напоминает камень, который находится на лужайке перед домом, напротив башни и примерно в 100 ярдах от тропы. Этот камень отмечает положение входной двери снесенного замка. После смерти королевы Виктории в 1901 году Balmoral Estates по ее завещанию перешла к королю Эдварду VII, а от него – каждому из его преемников. Balmoral Estates был больше, чем просто любимым домом для сменяющих друг друга поколений королевской семьи. Хотя он остается в основном таким же, как и во времена правления королевы Виктории, сменявшие друг друга королевские владельцы последовали инициативе принца Алберта и улучшали поместье. В настоящее время замок полностью является частной собственностью королевы. Всего в замке 775 комнат, в том числе 19 парадных, 52 королевские гостевые спальни, 188 спален для персонала, 92 кабинета и 78 ванных комнат. Аудиогид обратил наше внимание на эти окна. Это окна спальни королевы Виктории. Под окнами украшены фигурками апостолов. И под окнами тоже есть маленький сад. Вот и у вас сейчас есть возможность увидеть тот вид, который видит королевская семья из своих окон. Здесь под окнами выращивают специальный сорт роз, которому уже 70 лет. Сейчас мы идем в единственную часть замка, которую можно посмотреть изнутри. Это бальный зал. Но там снимать и фотографировать запрещено. Бальный зал это здание слева с пятью большими окнами. В следующем кадре вы его увидите на пару секунд снаружи. При выходе из бального зала стоят велосипеды. Снимая их, на пару секунд вы можете видеть бальный зал. Честно говоря, я вообще не поняла, почему в твоей комнате снимать нельзя. Ничего особенного там нет. Сама комната узкая, длинная, окна с одной стороны. Кроме колыбельки королевы Виктории и двух очень красивых китайских фарфоровых тарелок, я ничего особенного там не заметила. А может быть нельзя снимать, потому что выставлены частные вещи королевской семьи, я не знаю. А может быть просто я больше ждала, чем я увидела. А еще нам объяснили, почему открыта только одна комната. Очень просто, потому что другие комнаты в замке маленькие и не предназначены для наплыва туристов. Зато здесь меня удивило абсолютно другое. В замке мы были 28 мая. Эти цветы для меня первые весенние цветы, которые я видела с детства в лесах Латвии. Нарциссы цветут, тюльпаны цветут, а рододендроны уже завяли. Вот как это! Обошли кругом весь замок. Теперь решили, что пойдем в ресторан. Пообедаем. Так выглядит ресторан снаружи. А это уже внутри ресторана. По моему мнению, интерьер оставляет желать лучшего. Еда. Это у Нулана бургер. У мужа курица с грибами из пюре. А у меня рыба с пюре и с салатом из рукавы. Поели и идем в магазин сувениров. Это елочные игрушки. В сувенирных магазинах Balmoral широкий выбор уникальных подарков Balmoral вместе с местными шотландскими сувенирами. Многие из товаров производятся исключительно для Balmoral, включая открытки, фарфор, хрусталь, кухонные преднадлежности, оловянные изделия, одежду и бутылки с виски Balmoral. Здесь также есть официальный ассортимент фарфоровой посуды и подарков в честь того, что Ее Величество королева Елизавета II стала самым продолжительным правящим монархом Великобритании, превзойдя предыдущий рекорд, установленный ее прабабушкой, королевой Викторией, правившей 63 года, 7 месяцев и 2 дня. Вот, пожалуйста, даже есть отдел для собак. Также здесь много изделий из прославленной шотландской шерсти, высокого качества. Ого, 129 фунтов. А это ведь униформа в замке. Ряд эксклюзивных подарков и предметов можно приобрести в интернет-магазине Balmoral Collection. Даже игральные карты с королевой Викторией. Пока мы были в магазине, нас заинтересовал вопрос, а как же с магазином, когда приезжает королевская семья? Служащий магазина нам рассказал, то к тому времени закрываются все магазины, закрывается ресторан, снимаются все знаки и указатели, распускаются все работники, кроме прислуги замка. А прислуга живет в замке. Мы в этом магазине, как сувенир, купили две сумки. Этот магнит с музыкой. Река, протекающая мимо замка, называется Ли. А мы домой. На этом все. В следующий раз покажу красивые места. Хорошего всем дня. Пока-пока.